И на этой неделе мы находимся в недельной главе «Пенхаз». Это книга «Бемедбар», книга чисел. В этой книге очень много ярких, таких знаковых, значимых событий. Мы помним, что «Бемедбар» — это в пустыне, евреи находятся в пустыне, и они проходят свои испытания. Сегодня так получилось, проходят свои тренинги. Каждый из нас проходит свои испытания в течение своей жизни. И, как правило, обычно все комментаторы всегда говорят в начале этой главы, что глава «Пенхаз» начинается в предыдущей главе. Предыдущая глава «Балак». Мы помним эти события. И напомню вкратце, что произошло. Царь, лжепророк, он научил царя, который враждовал с евреями, он научил этого царя, что сделать с евреями, чтобы их победить. То есть он предложил, чтобы женщины этого царя, они склонены к идолопоклонству евреев, и тогда Бог будет против них, Бог против идолопоклонства. Так они и сделали. И мы видим, что, увы, это начало у них получаться. И я понимаю так, что здесь задействованы и духовные силы очень сильно. То есть духовный мир здесь очень сильно проявлен. И произошла такая ситуация, что один из глав, то есть когда началось это идолопоклонство, важный момент, Бог сказал Моисею за то, что главы колен, они бездействовали, они не остановили это идолопоклонство. Бог сказал их повесить перед солнцем. Бог приказал казнить глав колен за их бездействие. Моисей этого не сделал. И дальше начали происходить события одно за другим, все более-более, может показаться странными, но здесь действия духовного мира явно проявлены. И все как будто были как в оцепенении. И один из глав колен, он взял одну из женщин, которая поклонялась идолам, то есть демонстративно пошел с ней в шатер. И тогда один из евреев, он взял копье и поразил главу этого колена. И этот антигерой, я бы так назвал, «Земри», «Земри» – глава колена. Он убил этого земри и эту женщину. И когда это все происходило, это идолопоклонство, уже началось очень сильное поражение, причем настолько сильное, что была опасность гибели всех евреев. И об этом говорит Писание. И, скажем так, он совершил в глазах общества какой-то поступок вообще неординарный, то есть это двойное убийство, это какое-то уголовное преступление. Но Господь оценил это событие, и в Священном Писании говорится, это 25 глава книги Бамидбар, «Сказал Господь Моисею, говоря», это оценка Богом поступок Пинхаса, «Пинхас, сын Элезера, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их». Вот это слово «возревновав», я считаю, что оно одно из ключевых вообще в этой недельной главе, в авторе, во всех этих событиях. «Возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей». То есть, все шло к тому, что Бог настолько был разгневан, что Он уже начал истреблять сынов Израилевых. И вот этот поступок Пинхаса, Он остановил это истребление. «Посему скажи, я даю Ему мой завет мира, и будет Он Ему и потомство Его, по Нем заветам священства вечного, за то, что Он показал ревность по Боге Своем и заступил сынов Израилевых». И из предыдущих глав мы можем вспомнить что-то похожее совершил Аарон. Помните, когда началось поражение, тоже народ вел себя неправильно, и Бог начал поражать народ, и тогда Аарон вышел с кадильницей, стал между живыми и мертвыми, и остановил это поражение. И после этого сказал Господь Моисею, враждуйтесь с мадянитянами и поражайте их, потому что они склоняли к идолопоклонству, то есть из-за этого они должны быть наказаны. И далее я бы обратился, вот есть автора, автора — это третья книга царств, и там почти параллельные события происходят. Это пророк Элиягу, хорошо знакомые нам, каждому верующему хорошо знакомые события, и эти слова часто в среде верующих, они озвучиваются. И в 18 главе тоже было идолопоклонство. Опять же, было там в главе Пенхас Бальпиору, а здесь Балу они поклонялись. Очень все похоже. И подошел Элиягу ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни слова, согласившись со словами Элиягу. Что тут скажешь, прав? И далее происходили такие события, что было такое испытание пророков. И пророк Элиягу, он совершил что-то, очень похожее действие, то, что совершил Пенхас. Вы помните, после того, как было вот это испытание, и когда Бог показал свою силу, когда Бог сошел в огне на жертвенник, который построил Элиягу, то Элиягу он взял меч и заколол 400 лжепророков. Тоже так категорично все, да? То есть все очень радикально. И здесь еще встречает, говорится о ревности. О ревности. Человек ревностный в своем служении, человеку, которому не все равно. И он сказал, это пророк Элиягу, возревновал я о Господе Боге Цаваоте, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И был разговор у Элиягу с Богом, и Бог, Элиягу, он подумал, он так все говорил, что вот только вот он один остался, все, больше никого. Но Бог ему говорит, что я оставил между израильтянами 7 тысяч мужей, которые не поклонились Ваалу. И далее происходят очень похожие события, параллельные с этой главой. Также избрание пророка Елисея, в главе Пенхаз говорится об избрании Иешуа Бенуна вместо Моисея. И все это уже буквально все происходит перед входом в обещанную землю. И мы понимаем, что чем ближе цель, ну, вы, наверное, все испытывали такие какие-то события, что чем ближе вы к цели, тем сильнее искушение, тем сильнее испытание могут быть, да, чтобы дьявол хочет сорвать, сорвать вас с той цели, дьявол хочет, чтобы у вас ничего не получилось, посеять вас разочарование и сделать неэффективным. Но Бог нам помощник, Бог нам всегда помогает и с Божьей помощью обуздывая свои плотские чувства какие-то, возможно, мы свои какие-то, может быть, неправильные понимания с Божьей помощью мы достигаем Божьих целей. И а как же в наше время, время Брит-Хадаша, время Нового Завета. И есть подобное место в Евангелии от Иоанна, есть такое событие, тоже очень хорошо всем известное, когда перед Песохом наш Машиах Иешуа пришел в храм и увидел, что там идет торговля полным ходом, меняют деньги прямо в храме. И тогда он есть места в Евангелии, там, где говорится, возмутившись духом, да, то есть бывали моменты, когда Иешуа возмущался духом, и тогда происходили какие-то такие очень сильные действия, очень сильные события. И тогда Иешуа он сплел из веревок бич, выгнал из храма миновщиков, попереворачивал столы, то есть это было такое очень бурное действие, повыгонял этих животных, и ученики его вспомнили, что написано «ревность по доме твоем снедает меня». И тогда какая-то часть евреев, они говорили «Какими знамениями ты докажешь нам, что имеешь власть так поступать?» То есть где-то, если так сказать, упростить эту фразу, да кто ты такой, что ты творишь? Но Иешуа он показал ревность, он показал неправильно так делать, нельзя в храме так поступать. И я благодарен Богу за то, что он мне помогает проходить мои личные испытания. Мы все люди, мы все люди и подвергаемся различным искушениям. И Иешуа, он молился, он особенно перед перед тем, как перед событиями в Гефсиманском саду, там, где он говорил «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». его любимый ученик подошел к нему и когда Иешуа ему сказал, что вы помните, что он говорил ученикам, что сыну человеческому надлежит быть убитым, и тогда его любимый, один из самых близких учеников подошел и к нему сказал «Господи, да зачем это? Давай какой-то компромисс найдем, может обойдем как-то но здесь есть вещи, которые там, где невозможен компромисс, иначе все рухнет, иначе Божий план будет сорван, он не состоится, и в нашей жизни, конечно, в нашей жизни есть у каждого из нас какие-то компромиссы, но есть вещи, есть какие-то принципы, на которых мы просто как верующие обязаны и должны устоять и стоять твердо на этих принципах, не поддаваться компромиссам никаким, то есть твердо и сильно стоять на этих позициях, и я уверен, что я не первый день верующий, и бывало так, что происходили в общине, в церкви какие-то события странные, и как правило, я так понимаю, это действие Духа Святого, когда все были в каком-то наваждении, когда люди в каком-то оцепенении, и вдруг какой-то человек начинает что-то вытворять такое вообще странное, и обычно находится такой человек, такой, как Пенхаз, да, он вдруг останавливает этого человека, возможно, как-то резко может быть, но это как исключительный случай, мы исповедуем, проповедуем любовь, доброжелательность, терпение, и Бог наш, Он Бог многомилостивый, долготерпеливый, прощающий вину и преступления и грех, но есть моменты, что даже бывало так, что наш Машиах, он вел себя очень категорично, есть особенные моменты, и завершу, каждый из нас проходит свои жизненные испытания, каждый дай Бог нам устоять во всех искушениях, бывает очень нелегко, бывает очень трудно, бывает человек впадает в какое-то обольщение, и есть как напутствие, как я вот для себя этого хотел бы, я желаю этого вам, в книге Откровения есть такие слова, это Откровение 2 глава, это говорится о Пергамской церкви, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, которые у вас, где живет сатана, умерщелен мой верный свидетель мой Антипа, но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Белама, который научил Балака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенное и любодействовали, так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу, покайся, а если не так, то скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих, имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную ману, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Аминь. ману, ману, ману.